Всем привет! Меня зовут Анастасия Коваленко. Я сейчас попробую показать какой-то супер быстрый рисунок буквально с 15 минут с помощью спиртовых маркеров и цветных карандашей. Выполню я его на крафтовой бумаге. Мне очень нравится на ней рисовать в этой технике, потому что фон уже как бы есть и рисунок приобретает какой-то особый, я не знаю, особый шарм, когда добавляешь особенный белый цвет в него. И рисовать я буду клубничку. Возьму для этого сразу прям красный контур. В последнее время я предпочитаю рисовать контур с помощью цветных карандашей. Его потом не надо стирать и кроме того он добавляет тоже какую-то свою изюминку в работу. С одной стороны не бросается в глаза, с другой стороны, то есть он не такой активный, как черный линер, например, или лайнер. Но с другой стороны в зависимости от цвета толщины линий все равно какой-то эффект есть. Поскольку цветной карандаш очень плохо смывается, стирается, я пока что не сильно нажимаю и скорее совсем уж набрасываю. Как только я пойму, что у меня более-менее все в порядке с работой, я, естественно, сделаю контур плотнее, четче, более заметным. Вот эта клубничка у меня будет в разрезе. Вот здесь рядом я нарисую целую ягоду. Не совсем сейчас на сто процентов по какому-то референсу работаю, скорее вдохновляюсь и смотрю под формат листа, как лучше расположить все эти элементы. Я сейчас не буду также прорисовывать, например, отдельные семечки на ягодах, поскольку в данном случае у меня достаточно-таки хорошие укрывистые цветные карандаши. Это плоско, но достаточно много по укрывистости каких-то аналогичных карандашей. Смотрите, чтобы они были достаточно такие жирные, может быть мягкие. Прекрасно подходит, мне кажется, для работы что-нибудь вроде фаберкассов полихромос. Ими можно точно такие же плотные линии делать. Можно, кстати, обозначить в некоторых местах небольшие семечки на клубничке. Я не очень сейчас, опять же, сверяюсь или смотрю на фотографию, просто рисую какое-то свое представление о том, как эти семечки выглядят. То есть у меня не будет, естественно, какая-то фотореалистичная картинка. Это скорее будет что-то в жанре легкого наброска. Я не особо смущаюсь, что у меня красный контур, при этом я рисую, например, какие-то зеленые листики красным контуром. Думаю, что после окончания работы уже не будет бросаться в глаза красные, либо, наоборот, придаст какую-то дополнительную интересную деталь, которую будет хотеться рассмотреть. Ну, примерно на этом я думаю, что я закончу с работой карандашом. Можно себе предварительно какие-то овалы набросать, как расположена клубничка, прежде чем красить и прорисовывать четко. И я сейчас подложу себе листочек, поскольку я буду красить спиртовыми маркерами. Они имеют привычку, конечно, протекать. Не самое приятное. И здесь я отмечу цвет. Тоже интересный момент, что спиртовые маркеры на крафте могут выглядеть совершенно иначе, чем обычно. Поэтому, чтобы это не было для вас большим сюрпризом, может быть, есть смысл где-то сначала с края их пробовать или на каком-то отдельном листочке, который не нужен, который не жалко. Сейчас не очень плотную буду делать заливку. Я стараюсь двигаться по форме клубнички. Можно в некоторых местах даже и закрасить зернышки. Ничего страшного. Я их потом смогу вернуть. Я стараюсь двигаться по форме клубнички. То есть создаю такие округлые полосы, чтобы, поскольку я не делаю особо плотную заливку, чтобы этот рисунок оставшийся, эти полосы играли скорее мне на руку. Вот здесь уже у клубнички есть внутри тоже небольшой узор и можно его уже аккуратно повторить. Я не стала оставлять для белого цвета. Не знаю, может быть, кстати, зря. Вот такую небольшую незакрашенную полосу я оставлю. А здесь я стремлюсь повторить какие-то внутренние прожилки, которые у меня есть на разрезанные клубнички. Это был первый цвет. Он такой, на самом деле, красно-оранжевый. В следующем я возьму цвет чуть-чуть более темный и им уже начну немного углублять тени. У меня сейчас нет задачи полностью перекрыть весь предыдущий слой закрашенный. Мне нужно только придать некоторый объем и за счет этого сделать в некоторых местах клубничку чуть-чуть более темную, а в некоторых она должна будет оставаться такой же светлой. И здесь самые темные места, в принципе, вот в серединке. Можно совсем чуть-чуть пройти по краям. И после этого я сейчас буду возвращаться к предыдущему цвету и размывать вот этот более яркий, чтобы у меня был более плавный переход цвета. Некоторый градиент постараюсь создать. Крафт может размываться немножко хуже, чем бумага, к которой вы привыкли. Вообще, главное отличие крафта при работе со спиртовыми маркерами... Я немного стала косноязычной. Он рыхлый, и это ощущается даже просто, когда вы вводите маркером по поверхности бумаги. Он не очень гладко идет. Конечно, это влияет в том числе на расход чернил, но тем не менее мне очень нравится эффект, поэтому я позволяю себе все равно делать какие-то небольшие зарисовки на крафте. Так, я немножко размывала предыдущий цвет. Как видите, чернила начинают впитываться, пропитывать крафт. Он очень сильно в себя влагу выбирает. И цвет становится серым, поэтому, чтобы дождаться окончательного цвета, на самом деле, конечно, нужно дождаться полного высыхания этого слоя. Я пока возьму еще такой более темный. Совсем уже проработаю мелкие детали кое-где. Может быть, вот подчеркну в некоторых местах семечки. Совсем капельку проработаю те места, которые, на мой взгляд, должны быть самыми темными. Я это делаю пулей. Здесь достаточно такой насыщенный, интенсивный цвет. Мне не очень нужно, чтобы у меня вся клубника прям стала такой широкой, темной, если я буду работать широким наконечником. Можно немножко увести в тень вот здесь, в верхнюю часть, поскольку там у нас зеленые листики, которые могут давать тень. Здесь кое-где, может быть, на видео плохо видно, у меня кое-где проступает все еще очертание семечек, которые я наметила себе карандашом. И я их тоже отмечаю. Как видите, я здесь оставляю небольшие светлые полосочки, то есть у меня клубнички все равно между собой не сливаются. Я немножко еще добавлю темного по низу вот этой клубнички разрезанной. Немножко вот здесь тоже под листик. И буду переходить, собственно, к зелени. Для зелени у меня такой цвет, в реальности он немножко другой. На крафте он выглядит, конечно, немного темновато, но я сейчас буду делать заливку, а все остальное, все остальные детали я уже проработаю с помощью цветных карандашей. Они очень приятно ложатся на крафт и работать, конечно, в такой технике сплошное удовольствие. Здесь у меня немножко резкая получилась граница между самой ягодкой и зеленью, но я думаю, что я сейчас тоже попробую выправить с помощью карандашей. Мне не хватает немножко. Во-первых, во-первых, я верну себе зернышки на клубничку. Я для этого беру желтый карандаш, такой довольно насыщенный. Ложится, конечно, он прекрасно, перекрывает полностью цвет маркера, то есть то, что нужно. И сюда же, этим же желтым, я хочу немножко пройтись по зеленым листикам в тех местах, где мне кажется, что немножко недостает какого-то теплого цвета. Я постараюсь сейчас работать в минимальном количестве материала, чтобы у нас... Ну и работа, собственно, очень быстрая, чтобы у нас не заняло это немного времени, не много сил и, собственно, самих материалов, чтобы дома не потратилось. В основном, яркий желтый будет, наверное, в тех местах, где у нас есть свет. В данном случае, правда, не совсем понятно, но вот он падает откуда-то, скорее всего, сверху. Вот эту часть клубнички я буду немного высветать. И что еще? Еще я хочу добавить немного синего. Синий, наоборот, он такой прям насыщенный, очень синий цвет. Синий, наоборот, я добавлю туда, где у меня должны быть тени или темные места. Может быть, даже небольшую тень есть смысл создать, убрать обложку. Сейчас не очень прям сильно я нажимаю на карандаш. Очень яркий цвет получается. Пока что, наверное, я бы оставила так. Может быть, есть смысл чуть-чуть пройтись более темно-синим, чтобы приглушить вот эту невероятную яркость цвета. Ну, в принципе, наверное, можно было даже изначально попробовать взять более темный синий. И теперь я возьму белый карандаш. Чуть-чуть тоже добавлю деталей на сами листики, но совсем чуть-чуть. Я кое-где просто прохожу по контуру. Какие-то прожилки можно небольшие наметить с помощью белого. И вот здесь меня смущал переход от ягоды к, собственно, к черенку. Я попробую вот это место немножко убрать. Так, а здесь, кстати говоря, у нас прям уже все довольно активного розово-белого цвета. Советую здесь при работе сразу не нажимать на карандаш очень сильно, чтобы у вас, если что, оставался запас. То есть, если вы сразу максимально сильно будете нажимать на белый карандаш, у вас будет максимально яркий белый цвет. Я рекомендую не стараться выжимать сразу из карандаша все, что можно, а оставить немного, чтобы у вас была возможность сделать какие-то места еще более с ветками. Немножко можно пройтись посерединке. И отсюда у нас из середки выходят тоже как раз-таки небольшие прожилки. Я их намечаю. Совершенно не обязательно делать их на одинаковом расстоянии друг от друга или полностью одинаковые. Можно сделать какие-то толще, какие-то тоньше. Так картинка тоже будет выглядеть интереснее. Можно поставить небольшие отдельные какие-то точечки, чтобы подчеркнуть структуру не совсем однородную клубнички. Я очень люблю также добавлять небольшой белый контур. Может быть, даже не на всю работу, а на ее какую-то часть. Как раз это очень хорошо работает с крафтовым таким поричневым фоном. И, собственно говоря, сама задняя клубничка большая. Немного тоже подчеркиваю углубления, в которых находятся семечки. Я, опять же, не сильно нажимая пока на карандаш, стараюсь добавить ягодки блеска. То есть, если я буду опять же нажимать сильно, у меня будет сразу яркое пятно. Мне сначала нужно не такое яркое, не такое насыщенное. Чуть-чуть можно снизу тоже добавить блеска ягодки. Все еще не сильно нажимаю. И вот теперь, когда стало более-менее понятно, в самом светлом месте я постараюсь нажимать на карандаш немножко посильнее, чтобы сформировать блик. Вот примерно такой набросок клубнички получился с помощью четырех маркеров и, наверное, сколько здесь, четыре карандаша. Продолжение следует...